Всем привет! У микрофона хомиш и сегодня мне бы хотелось рассказать вам о крайне интересном предложении в случае с покупкой пятого райзена 2600. А также немного поговорить о том, как AMD продают пятый райзен 1600 на 12 нанометровом техпроцессе. То есть, грубо говоря, покупая первое поколение, вы получаете практически второе. Но прежде чем начать, я бы хотел порекомендовать вам подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. А также нажать на колокольчик, дабы быть в курсе всех новостей и не пропускать такие вот полезные видосы. Ведь они и душу греют и помогают продвигать видеоролики. Прямо сейчас на Амазоне есть возможность приобрести пятый райзен 2600 за 119 баксов. А если вы хотите еще и бесплатную доставку в Россию, есть предложение за 133 доллара. И это все равно очень дешево. В то же время 2600X отдают буквально на 6 долларов дороже за 125 баксов. А если брать с бесплатной доставкой в Россию, то за 144, что все равно очень выгодно. Я бы лично переплатил пару баксов за иксовую версию, так действительно есть шанс нарваться на удачный кристалл. Ну а если нет, все равно вы переплатили совсем немного. Это очень крутая тема и, честно сказать, я не знаю, какой будет цена еще через полгода. Наверное, баксов за 100 будут отдавать Zen+. Так что имейте в виду все, кто планировали покупать себе 6-ядерники от AMD. И это касается не только Zen+. 1600-я модель первого поколения на архитектуре Zen также продается очень и очень дешево. А процессоры, выпущенные в последние месяцы, как оказывается, идут уже на 12-нанометровом техпроцессе. И это, видимо, связано с модернизацией конвейеров у Global Foundries и TSMC. Похоже, что 12-нанометровые кристаллы обходятся просто дешевле, чем 14-ти. Поэтому у вас есть очень высокий шанс, даже при покупке с Амазона 5-го райзена 1600-го, нарваться на модель уже на 12-нанометровом техпроцессе. Да, это кристаллы со степпингом B2 и, по сути, это уже Пайнакл Ридж. В то же время, как оригинальный 1600-й должен быть Summit Ридж с 14-нанометровым техпроцессом. При такой покупке можно сэкономить еще несколько десятков долларов, но не факт, что вы нарветесь именно на такую модель. Есть варианты покупки 1600-го буквально за 85 баксов. И это в боксовом варианте с Race Spire Cooler. И даже с учетом того, что за доставку вы отдадите 20 баксов, все равно стоимость такого процессора получится где-то в 6,5 тысяч рублей. А, к примеру, седьмой Ryzen 2700 и вовсе отдают за 149 баксов, также с Race Spire Cooler. С учетом доставки, это получится в районе 11 тысяч рублей, и, конечно же, ценник отличный. А доставка с Амазона осуществляется быстро. И тут важно понимать, что даже с учетом новых беспошлиных нюансов, за 200 евро сумма не переваливает. Поэтому не переживайте. Во-первых, те посылки, которые были заказаны до введения новой пошлины, не попадают под нее. А во-вторых, повторюсь, сумма все равно меньше 200 евро. Поэтому переживать и вовсе ни о чем не стоит. Поэтому изучайте Амазон и другие площадки. Эти процессоры сейчас отдают дешево даже на Алиэкспрессе. Хоть и, конечно, покупая из Китая, у вас меньше шанса нарваться на 1600 Ryzen с 12-нанометровым техпроцессом. И для тех, кто не понимает, какой буст от уменьшенного техпроцесса, я постараюсь объяснить. Это в первую очередь более высокий показатель IPC, а уже в дополнение у вас имеется возможность лучше разгонять эти процессоры и получить более удачные и высокие частоты памяти. Да, наконец-таки настала эпоха, когда за 100 баксов можно приобрести 6-ядерный процессор от AMD. И, как по мне, это очень круто. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам был полезен данный видеоролик. В ближайшие дни будет обзор моего ПК, на котором я прямо сейчас работаю. А также готовится сравнение 5-го Ryzen 2600 с i3-м 9100, плюс еще много всего интересного, в том числе и новости, посвященные Intel. Поэтому обязательно почаще заглядывайте на канал, следите за новостями, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok